Девушки отдыхают Шел 2020 год, январь. Никто не подозревал о надвигающейся угрозе. Коалиция бактерий во главе с коронавирусом уверенно приближала апокалипсис. Софтверные компании еще даже не начинали готовиться к войне. И это было их ошибкой. Вирус обрушился на индустрию в апреле. Сначала мы потеряли возможность выпить имбирного смузи с печеной ватрушкой. Потом канули в лето спортзалы и бассейны. Офисы стояли до последнего, но и они сдались. В конце мы потеряли оффлайн. На дворе был июнь. Несколько крупных компаний во главе с Zoom объединились, чтобы спасти IT. В будущем об этой битве будут слагать легенды. А мы эти легенды воспоем. Надеюсь, вам понравилась наша шуточка-заставочка. Напишите обязательно в комментарии, зашло или нет. Заходите в канал, будем стараться ответить на ваши вопросы. Но в целом будем стараться в том числе быстро пробежаться по всем инструментам, чтобы успеть все показать. Совершенно верно. Ну что ж, поехали. У нас доклад называется «Какие инструменты мы бы взяли на удаленку?» и можно порекомендовать вам взять на вашей регулярной основе, пользоваться ими. И покажем, собственно, что с ними можно делать, какие задачи решать. И будем делать это быстро, Сева, не распыляясь. Да, поэтому… Да, сначала расскажу коротко о себе. Меня зовут Артем Ярошенко. Я занимаюсь автоматизацией тестирования уже больше, по-моему, 10 лет. Проверили на часах, да? Да, да, да. Вчера я занимался 10 лет, а сегодня на один день больше. И много всего. Я занимаюсь и обучением, и консалтингом. И я сооснователь компании Комет Софтвэя, которая делает лучшие инструменты для автоматизации тестирования, включая Allure Report и Allure Testops в Сева. Да, меня зовут Сева. Я работаю сейчас в компании Synthesized, которая занимается… Которая имеет продукт, связанный с не раз синтезацией данных. Вообще работал больше 10 лет в компаниях. Занимался тестированием, автоматизацией, тестированием разработкой, full-stack разработкой. Ну, в общем, повидал всякого. И с вами вместе мы были в YouTube с Артемом. Отлично проводили время в шоу «Ошибка Выжившего». В общем, я думаю, что вы нас как-то припоминаете. Или если нет, то заходите в YouTube, канал «Гидинбак», шоу «Ошибка Выжившего». И там куча интересного контента. Актуального до сих пор. Безусловно, безусловно. Да, вот произошло. Вот это вот оно произошло. Я на самом деле, как человек, который в основном работает на себя, не скажу, что сильно это заметил именно в процессах, которые выстроены были вокруг меня. Но на самом деле, если вот говорить про какие-то внешние коммуникации, то стало на самом деле довольно сложно. Раньше можно было легко взять и новичку рассказать, как работать в проекте, прямо на экране показать пальчиком и указать на какие-то ошибки. А сейчас это полностью зым, это полностью удаленка. И, соответственно, вот возникает вопрос, как дальше жить, на который мы сегодня с Севой постараемся ответить. Мы сделали, разбили все инструменты по группам. И давай, Сева, презентуй первую группу. Да, первая группа. Собственно, как дальше планировать. То есть на каждом проекте вы наверняка сталкиваетесь с тем, что вам нужно придумать, что делать. Не знаю, запланировать какие-то фичи, распределить на проекте какие-то баги. Ну, в общем, не отходя от кассы, хотелось сказать, что вот есть инструмент мира. Многие слышали, ну, кто-то не использует еще. Мы, например, с Артем его используем для того, чтобы запланировать наши какие-то текущие задачи, которые у нас есть. Ну, к примеру, мы очень хотим начать писать контент для ошибки выжившего и используем вот такую замечательную, это BullEye, по-моему, планирование называется. Поправьте меня, если я не прав. Расскажи себе о нем подробнее. На самом деле, я вчера примерно такую же штуку рассказывал про тестирование, но мне кажется, не лишним будет повторить. Да, собственно, идея такая, что вы в центр помещаете те задачи, которые приоритетны, и их нужно прямо сейчас вот начать делать. Во второй кружок, который менее темный, вы помещаете те задачи, которые, ну, не такие важные, то есть второстепенные. Третий тот, который еще менее важный. Ну, и, соответственно, все, что вокруг, это то, что такой nice to have, но сейчас можно этим не заниматься. Окей. Ну, и после того, как вы запланировали, например, задачу, то есть вот у нас есть с тобой задача написать контент, соответственно, нам бы хотелось это дело куда-то преобразовать в какую-то доску, ну, например, Jira, как все, собственно, трекают задачи. Можно, конечно, другими трекерами пользоваться, но, например, мы используем Jira. И интересная фича в Мира есть интеграция с Jira. То есть она позволяет после того, как вы напланировали, набрайнштормили задач на вашей доске, прямо ее конвертнуть в ваш проект в Jira. И, соответственно, вы прямо увидите здесь поля, какие есть типы задачи. Это может быть таска, может быть бага, может быть эпик. Все, что у вас определено в Jira, Мира автоматически подсосет, и здесь позволит вам выбрать эти поля. Ну и, соответственно, я там создаю задачу на себя. Сема, а если у тебя будут какие-то кастомные поля, она умеет с этим работать? Все поля, которые будут у тебя определены в Jira проекте, любые, кастомные, некастомные, они все сюда приедут, и ты сможешь конвертировать свои вот эти вот такие вот стикеры твои, которые ты вот обычно на доске вешал в оффлайне, прямо в саму задачу. И, соответственно, мы можем посмотреть как бы на самой, перейти на нашу Jira с тобой. У нас есть с тобой Jira, представляешь? Прикольно. Вот, и, соответственно, здесь у нас этот тикет, в котором мы можем там написать какой-то description. И самое интересное, что когда мы его будем двигать по разным статусам, эти статусы автоматически будут обновляться в миродоске. То есть миродоску мы будем иметь как такой источник того, что сейчас происходит. И, в принципе, можем кому-то передавать, кто вообще не понимает, что мы делаем. Ну да, то есть на самом деле я тут заметил, что я вообще небольшой поклонник Jira. И, честно говоря, вот именно Jira как таковая, она меня именно вот внешними процессами, она меня отпугивает. То есть, да, тикеты надо заводить, и работа с тикетами там сделана хорошо, но всякие канбан, доски и так далее, это уже у них, на мой взгляд, сделано сильно хуже, чем в Мира. А Мира в последнее время я использую просто для решения всех задач, потому что все ушли в офлайн. Раньше все это можно нарисовать на доске было, и сейчас у нас часто с Димой проходят какие-то там совещания, где мы ровно такие вот тикеты раскидываем просто на доске, пишем архитектуру, потом преобращаем ее в такие вот, ну типа такие вот стикеры, да, стикеры потом превращаем в задачи и так далее. То есть это на самом деле довольно крутая штука. Да, и эти задачи ты можешь потом двигать на доску, на которую у вас план прям по месяцу, по неделям, и, соответственно, видеть, что вы запланировали уже в таком привычном нам календаре, и видеть, как вы двигаетесь к поставленным каким-то целям. Смотри, тут такой вот вопрос возникает. Вот на самом деле не каждая компания захочет купить мира. Ну то есть… Сто процентов. Но при этом я правильно понимаю, что я могу взять бесплатный мира аккаунт и синтегрячить его типа вот с внешней джирой. Ну то есть с платной джирой. У нас платный аккаунт с тобой на мира, потому что бесплатный, к сожалению, не позволяет делать интеграцию с джирой. Но вообще остальные фичи доступны, кроме вот интеграции, ну и еще каких-то там. Ну, это ответ на вопрос. То есть, грубо говоря, ты заплатил за вот этот один аккаунт, но тем не менее у себя организовал нужный тебе процесс. И окей, интересно, окей. Все так. В общем, смотри, у нас есть доска, мы все организовали процесс, даже запланировали, какие задачи в какой день делать, и засанили на нужных людей, умеем их потрекать, и все вот это вот. Что мы хотим еще вообще делать в наших проектах? Ну, на самом деле, мне кажется, что вот, да, сайт мира, вот реальная, вот, ну, как бы я даже вот просто сразу же после того, как планируешь, вторая проблема — это календарей. Да, да, да. То есть мы с тобой запланировались, и на самом деле нам хочется еще уметь синхронизироваться, а именно там созвониться, что-то обсудить, и обычно это какая-то лютая боль с тем определением. То есть внутри компании есть способ, да, там у тебя есть Google календарь, если у вас G Suite куплен, то, соответственно, вы можете понять, кто когда доступен, но это не всегда у всех up-to-day, да, то есть не все там держат свой календарь, или если, например, у вас есть часть людей, которые, ну, там, внешние клиенты, либо вы занимаетесь каким-то саппортом, либо человек уехал в какую-то другую временную зону, все это не очень удобно конфигурить. Поэтому есть инструмент, которым часто пользуюсь и рекомендуем использовать, это календри. В нем, как вы видите, можно засетапить свое время, то есть ваше доступное время, когда вы можете с кем-то, например, созвониться. Вы его конфигурите на странице, то есть вы говорите, что, например, я хочу созваниваться там по вторникам с какого-то времени по какое-то, и после этого у вас будет ваша личная страница, которую можно просто отдать как веб-интерфейс страницу, ну, и, соответственно, те, кто будет на нее заходить, они смогут с вами заскедулить митинг на 15-30-60 минут. И, к слову, наши партнеры на конференции как раз пользуются такой штукой, такой возможностью, и с ними можно как раз назначить встречу через именно этот календри интерфейс. То есть они именно так сконфигурировали свое время. К примеру, вы заходите как раз по вот этой страничке, которая будет такая же, как и у вас, выбираете время, которое ребята поставили, в которое они могут с вами общаться, выбрали время, конферен. Давай конферен, давай сделаем встречку. Да, давай встретимся. Только на после, на после доклада. А, на после доклада? Да, напиши, что это… Нет, нет, давай сейчас, напиши, что приходите к нам на этот, посмотрите про доклады, давай сделаем. Да, давай, да. Да, приходите на доклад, да, про инструменты от Сева и Артема. Мы в прямом эфире передаем вам привет. Да, соответственно, после того, как вы заскедуливаете этот ивент, вам придет приглашение, вы сможете добавить его в свой календарик, используете ли вы Google или Apple, и, соответственно, у вас там все появится. Вот у меня уже пришло, вот у меня пришло уже уведомление, соответственно, мы на 15 минут заскедулились с ребятами, что мы будем с ними общаться. С Никитом Чурсиным. Да, слушай, вот еще прикольная штука, я на самом деле тоже пользуюсь этим инструментом, мне на него подсудили наши зарубежные коллеги. Ну, то есть вот когда ты общаешься с Америкой, то вот эти часовые пояса, они тебя просто, ну, как бы, они выбивают из колеи, приходится постоянно, там, разница во времени по часовым поясам, и вот одна из свечей вот этого календля, то, что вот мне там в саппорт тикет скидывает, вот календля, там, зарубежный коллега, и он говорит там, Тёма, вот, как бы, выбирай время, и у меня там появляются окошки вечером и утром, и я выбираю уже нужно для себя время, это очень удобно. И вторая фича, которая я вот тоже, это прикольно, которая вот для меня тоже довольно интересна, это то, что можно делать разные такие календли в зависимости от того, какой типом, каким типом задачи ты ходишь заниматься. То есть, например, ты там по вторникам и четвергам занимаешься саппортом, и ты, типа, открыт для саппорческих задач, ну, то есть это твоя смена, ты прям выдаешь его и говоришь, типа, ребята, вторник, четверг, приходите, you are welcome. А, типа, в остальные дни ты, типа, их закрываешь и, типа, не даешь. И вот это, на самом деле, на мой взгляд, такая отличительная особенность от, ну, как бы, от, ну, типа, такого рабочего календаря, где обычно все создают встречу. Ну, да, да. То есть такая встреча на день, типа, у меня тут как бы не беспокоит. В общем, и еще такая прикольная фича, я, кстати, не знаю, вот там колонка прайсинг, потому что я ни разу за него, ну, я вот не платил. Я тоже не платил. Да, давай не будем, да, ее показывать. Просто суть в том, что конкретно этот инструмент, он, как бы, полностью бесплатный, и, как бы, ну, для меня, по крайней мере, в использовании. Возможно, там, кто-то за него платит, но, как бы, да, окей. Да, я хочу напомнить, что вопросы можно писать в канал, заходите в Телеграм-канал, мы будем озвучивать в прямом эфире, отвечать, стараться на ваши вопросы. Ну, что ж, поехали дальше. Поехали дальше. Понятно, что мы с тобой запланировали все. На дателе встречи. Научились созваниваться более в удобной форме, и к нам кто-то приходит, анбордятся новые ребята, и это есть, когда, есть не какая-то проблема, когда мы находимся на удаленке, правильно? Вот, соответственно, нам нужен какой-нибудь классный тулинг, который нам позволяет быстрее… Коммуницировать. Например, да, коммуницировать и, например, разбираться в коде. То есть, как только вы приходите на проект, у вас сразу есть такое желание посмотреть, что же там за тесты, что же там за код написан. И обычно, ну вот я сейчас покажу на примере гитхаб-проектов, которые часто в компании в гитхабе сейчас что-то делают, кто, например, выкладывает open-source или приватные репозитории. Часто ты приходишь, и, значит, вот у тебя есть какой-то проект, который, например, ты ведешь, да, там, allure-example-примеры, и заходишь в сорцы, потом идешь в main, потом идешь вот в какой-то… такой-то посмотрю, что там было, вот, и, ну, постоянно переключаешь вот между вот этими пэккеджами, постоянно ищешь… Ну да, main и не туда попал, и такой, ай, блин, еще, короче. Да-да-да, потом опять ищешь какую-то штуку, ну, в общем, это выглядит как ты… Понятно, что сейчас кто-то скажет, ну, я скачаю все VDE, и у меня все будет супер. Безусловно, но вам нужно, во-первых, VDE, если вам что-то нужно быстро посмотреть, это, ну, скорее всего, вы делаете так или иначе такие действия когда-то. Вот, есть, на самом деле, классный плагин, которым я постоянно пользуюсь, называется Octo3, он позволяет вам подгрузить сразу весь репозиторий, который есть у вас, и вы можете просто как VDE ходить между этими файлами, то есть, видите, я вжал, и он сразу переключает вот здесь. Очень, очень получается быстро вы можете ходить между какими-то файлами, которые вы хотите посмотреть, и вам не нужно вот через всю эту боль туда-сюда переключаться. То есть, привычное представление папочек. Ну да, и более того, получается, что он еще, ну, получается переключение быстрее. В общем, если вам нужно быстро ознакомиться с каким-то проектом, в общем, крайне рекомендую пользоваться Octo3, это extension в Chrome. А вопрос такой, как бы, а вот сейчас очень популярно пользоваться GitLab. Есть ли похожая штука для GitLab, не знаешь? Слушай, не знаю, но если вы пользуете GitLab, и если у вас есть какой-то extension, которым вы пользуетесь, напишите нам в чатик, мы добавим, и все будут знать. Мне кажется, что это похожее точно должно быть, потому что, ну, это реально прикольная штука. И понятно, что на таком маленьком проекте она, может быть, не так хорошо смотрится, но я часто через боль разбираюсь с каким-то большим проектом, и там вот с этими вот переключениями по Брэд Крамп, это прям пипец. Ну да, особенно вот это в Java, знаешь, что это Source, Com, Marine, Company, бла-бла-бла, и это жесть какая-то. Все любят длинные пэкеджи. Окей, что еще? Это припас. Да, ребята из компании JetBrains нас не перестают удивлять с каждым годом, и, соответственно, они выпустили классный, очень полезный, особенно при ремоут-состоянии, плагин, CodeWebMe называется. По-моему, на техтрене кто-то рассказывал какую-то внутрянку, как это они делали, но мы, наверное, с тобой можем показать, как этим пользуемся. Мы вот пользуемся в компании этим довольно регулярно. Что ж, как это работает? Вот представьте, у меня есть проект, то есть я хочу, например, Артему показать, или у Артема есть какая-то проблема, которую он не может решить, у него не запускаются тесты, у него не сконфигурирован почему-то правильно проект, или у него что-то там, не знаю, не проиндексировалось, и он переживает, или просто нужно помочь. Давай так, просто скажем, что представим, что есть некоторый человек, пусть Сева это будет, человек, который ничего не умеет, и которому надо объяснить. Я вот нанял Севу, Сева Джава еще не очень хорошо знает, я ему вот скинул проект. Джава сложная. Да, и он сидит и разбирается, и он постоянно грустит. Он говорит, я тут не понимаю, тут не понимаю и так далее. Вот конкретно у меня этот юзкейс как бы постоянно работает, потому что я занимаюсь обучением, и человек не понимает, ручной тестировщик смотрит на код и говорит, Тёма, я вот прям смотрю и не понимаю. Я говорю, добавь там лейбочку, добавь аннотацию. Он говорит, я не понимаю, какую аннотацию. Говорит, я как понимаю, но типа не понимаю. Можешь мне, пожалуйста, объяснить, что же ты тут такое хочешь сделать? Окей, ну и давай. Смотри, да, то есть вы просто добавляете этот плагин код в плагинах, и дальше у вас есть, к сожалению, это нельзя увеличить получше, но я думаю, что вы догадываете, что там происходит. Можно сгенерировать ссылку, которую я передам Артему, и он сможет подключиться к моей IDE, и более того, он не просто будет смотреть, что я тут вбиваю, и рекомендовать свои интересные советы, но и более того, он сможет прямо контролировать IDE полностью по этой ссылке. Ну, звучит прям как-то очень интересно. Я пока тебе не верю. Давай, я тебе скопировал ссылку. Сейчас я тебе её закину. Вот прям в наш с тобой чатик. Да, я принимаю ссылочку. Давай, давай. Окей. Ну, типа давай я сейчас её к себе. Я также захожу в IDE, и ровно в том же окошке я нажимаю Join Another Project и вставляю вот эту вот ссылочку. Да. Тут, в принципе, ничего интересного. У меня сейчас такая маленькая окошечка идеи, мы его потом покажем. И напишешь на Security Code 2146. Да. Ну, я принимаю, и после этого у тебя, я вижу, что ты подключился, я могу, нажав на иконку с твоим именем, на самом деле, видеть, где ты перемещаешь курсор. Смотри-ка. И более того, да, вижу, какие изменения ты делаешь. Да, вот это показывается мой экран. Артём управляет, собственно, моей IDE. Ну, давай, типа, сделаем какой-то пример. Ну, смотри, нам, как бы, сначала надо подключить вот эти вот билл-скрипты. У нас, типа, есть вот такой вот алюровский плагин. Кстати, вот тут используется старая Gradle-версия. Она, на самом деле… Сделай покрупнее, пожалуйста. Да, конечно. Она, на самом деле, используется не просто так. У нас там есть проблема с Gradle-плагином внутри компании. И вот это вот очень важная штука. Ну, вот. Группа IDE — это вот это. Потом мы вот подключаем плагинчик и вот указываем новую версию. Версию можно в целом указать посвежее. Ну, типа, и так далее. Подключаем нужные настроечки, добавляем нужные зависимости. И давай теперь перейдем в тесты. Да, ты сможешь своего компа запустить тесты у меня. А давай попробуем сначала. Ну, да. То есть я тебе тут нарассказывал и поговорю такое. Типа, слушай, а давай-ка, короче, возьмем и запустим тесты. И вот я сберу и оп. И смотрите, я со своего компьютера запускаю тесты у него. То есть смотрите, мало того, я могу даже помочь ему с некоторыми вещами в терминале. То есть я тут могу написать, например, гид-статус. Он спрашивает, типа, Тёма, а как мне вот с бранчами работать? Я тебе говорю, чувак, на самом деле, вот смотри, консолька. Ты делаешь гид-чеккаут минус-б, что-нибудь такое, и у тебя, типа, создается бранчик. И на самом деле у меня реально полный контроль за его IDE. У нее есть два режима. Можно, типа, делать в режиме, работать в режиме админских прав, которые есть у меня. А попробуй мне их отбери. Давай посмотрим, что произойдет. Да, я могу у тебя отбрать, потому что я начал тебе не доверять. Ты вот тут полез в консоль. Вот, и да, здесь несколько типов доступа. Вы можете дать read-only доступ, и, соответственно, после этого Артем не сможет ничего писать. Я думаю, что можно потихонечку переключаться на мой экран. Я покажу, как это выглядит с моей стороны. Да, давай посмотрим, что у тебя, Артем. Да, давай посмотрим, что у меня. Так, сейчас у нас небольшое переключение. Там пока спросили про вопрос, только доступен ли в платной версии этот плагин. По-моему, да, он только в платной версии доступен. К сожалению, ну вот так. Спасибо за вопрос. Один вопрос, это уже очень хорошо. Пока мы дожидаемся вот этого штука, я говорю, давай вот расскажем юзкейса использования. Вот это реально прикольная вещь, когда вы отбордите сотрудников, когда к вам приходит какой-то человек, и вам надо реально управлять его компьютером. Мне это почему-то напоминает, знаешь, раньше были такие ремоут-дескутопы, которые ты кидал тоже ссылочку, и твоим дескутопом можно было управлять и так далее. Правда, это использовали, типа, не всегда по назначению и периодически этот. Мы пока ждем, пока мой экран включится. Да, тут, кстати, второй вопрос. Комментарии подсыпали, что Валера написал, что теперь код в ВМИ, он же уже поставляется, этот, видимо, плагин поставляется в корр всех продуктов, и вот в новой версии WebStorm уже по дефолту эта фича встроена. То есть вам даже ничего не надо конфигурировать, там, настраивать, инсталлировать. Все уже так есть, и я думаю, вы найдете эти пару кнопочек сверху, чтобы запустить. Кстати говоря, мы не сказали, что через код в ВМИ можно даже и созваниваться. То есть вам не обязательно использовать Google Meet или Zoom для того, чтобы между собой говорить и смотреть, что у вас в IDE. Вы прямо здесь можете, на самом деле, видео, аудиосвязь включить и, соответственно, с друг другом общаться прямо из IDE и никуда не переходить. Ну, слушай, вот тут вот на самом деле я вижу, что у нас этот звонок-то есть, но мне кажется, что тут не хватает вот как раз-таки этот… А, нет, enable camera тоже есть. Да, есть, есть. Мы сейчас ее как раз протестируем. Давай этот попробуем. Да, да, да. Так вот, у меня включилась камера. Интересно. А как она у тебя отображается? Я пока тебя не вижу, но сейчас посмотрю. Так, пока там ребята нам, да, подключат и попробуют. Да, пока нас чинят, давай я посмотрю, как ты выглядишь. Ултинг мод, тыр-тыр-тыр. Кстати говоря, тут ребята пишут, что у кого-то и в бесплатной версии даже появилось код в ВМИ. То есть, в принципе, можете почекать у себя в IDE, вдруг у вас тоже есть. Так, тыр-тыр-тыр. Я ищу, где же можно включить. Ну, то есть, вот я включил видео, у меня прям, ну, типа, enable camera, она вот прям, ну, типа, она мне в глаза светит зелененьким огоньком. Но я не понимаю, я тоже не вижу, где у тебя это отображается. Да, у меня пока нигде не отображается. Я думаю, что… Блин, а это было у меня? Почему-то теперь нету. Интересно. Не знаю, в общем, да. Ну, я думаю, что ребята сделают это более понятным, чтобы все пользовались. То есть, в принципе, и так все очень просто. Но, тем не менее, я думаю, что ребята только начали там работать над проектом. Я думаю, там будут какие-то еще дополнительные фичи, которые они сделают. Так, ну, и это было… У нас небольшая техническая заминка, мы сейчас прямо перейдем к следующему инструментику. Если у вас есть вопросы, пока позадавайте. Нам надо подключить наш ноутбук, потому что он нам очень сильно нужен. Да. Тут еще спрашивают, есть ли для кода-ревью какие-то удобные штуки. Про кода-ревью у нас сегодня будет какие-то штуки про кода-ревью? По-моему, именно про сам кода-ревью процесс у нас сегодня штук не будет, но сопутствующие штуки для кода-ревью у нас будут. Да. Так что оставайтесь. Да, встроенный, да, встроенный, может быть, без возможности, пишет Валера. Да, ну, вроде как была возможность, я пробовал, но не знаю, сейчас не получается пока показать. Так, ребята, тут что-то попробовали подключить, чтобы можно было уже приступить к следующему набору инструментов. Кстати говоря, все инструменты, которые мы сегодня расскажем, будут списком доступны. Наверное, закинем в канал или у вас будет доступна наша презентация. И там все ссылочки на все инструменты, которые мы сегодня обсудим, покажем и расскажем. Ну, слушай, получается, что мы с тобой проговорили… Мы пока с тобой застряли. Я думаю, что можно, например, включить твой экран и, может быть, двинуться дальше. Да, давай, я думаю, что можно так сделать. Но там, кстати, нас ждут очень прикольные инструменты. Не хочется спойлерить, хочется очень рассказать про них. Да, то есть, тут, кстати… А, наконец-то, аллилуйя. Все заработало. С моей стороны это выглядит вот так вот. То есть у меня, типа, давайте еще раз. Мне прислал ссылочку… Сева. Собственно, Сева, да. Я у него нажал, короче, Join IDE, вставил сюда ссылочку. У меня открылось, видите, IDE в другом окошечке. И я, соответственно, теперь вижу вот его, ну, типа, экран. Он нажал… Да, вот. Он мне может также показывать со своей стороны, типа, где он находится. То есть вот Сева выделил. Да. И мало того, можно, типа, у меня, видите, режим редактирования, он уже отключен. То есть, типа, я пытаюсь что-то отредактировать, а мне, типа, хост запрещает. И то же самое в IDE. То есть я могу попытаться… В терминальчике, да. Да, в терминальчике. Я могу попытаться запустить его тест, но у меня тоже будет отказ, потому что я этого сделать не могу, потому что Сева забрал права. На самом деле будет интересно, короче, протестировать вот этот вот, ну, типа, тул еще, когда у нас будет много инструментов, потому что… Точнее, много людей. Да. Потому что одного человека можно оставить мастером, а все остальные, без редонли прав, они просто смотрят, как печатается код, короче, там задают вопросы. Очень интересно протестировать, когда 50 человек подключатся. Да, да, я про это тебе и говорю. Да, 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 да. Я думаю, что мы это протестируем, но немножко в другой раз. Давайте возвращаться к нашим, наконец-то, ну, типа, этим слайдам. Мы поговорили про то, как у нас анбордится, и давайте поговорим про то, как дальше взаимодействовать. То есть что мы сделали? Мы, типа, людям показали… Настроили планы, мы с тобой уже немножко даже друг друга поревьюили, и дальше будем взаимодействовать с командой. И первый тул, о котором хочется рассказать, это Ingrok. Я когда для себя его открыл, я как-то очень сильно прям, ну, как бы… А что за Ingrok? Да, давай, короче. Вот смотри. Сева, часто у тебя бывает такое, что ты что-то делаешь на локальной машинке, и этим надо поделиться с коллегой. Например, ты там что-нибудь заверстал прикольно, или опишенную ручку сделал, и хочется сразу же коллеге сказать, типа, чувак, это то, что ты хотел или нет? Ну, типа, просто коллегой фронтендеру. Ну, да. И как ты сейчас эту проблему решаешь? Я комичу в какой-то соседний бранч. Вот, да, да, да. И вот это начинается. Пишу Redmi, как запустить. Да, да, да. Для этого, на самом деле, есть Ingrok, и нам поможет в этом случае… Кстати, я нашел плагинчик, называется GitLab 3, который делает то же самое, как ты видишь. Так что, если вы используете GitLab, он тоже популярный. Добро пожаловать. Вот этот плагинчик есть. Давайте его закроем, а мы переходим к Ingrok. И что мы делаем сейчас? Мы переключаемся на AllureDocs. У меня тут есть, собственно, наша документация. Я вот пишу ее вот так вот. Тут маленький шрифт, но нам это один раз надо написать. Я говорю, Kuga Server. Он мне поднимает сервер, и вот у меня документация, которая поднята локально. Я делаю какие-то изменения тут и хочу показать Сева. Сева, смотри, я тут надокументировал. Новая документация. Да, типа, давай, пожалуйста, посмотри, типа, что там будет. Для этого я переключаюсь на второй табик и вбиваю команду Ingrok HTTP 1313. 1313 – это порт. То есть это вот как бы порт, на котором у меня поднято. У меня появляется вот такой вот внешний URL, и я могу теперь по нему перейти вот таким вот образом. И у меня по внешнему URL будет доступна документация. Причем она секьюрная, и она HTTPS. Давай я тебе скину ее… А кидай прямо… Да, давай кидай мне, а я в чатик кину. Да, а ты в чатик. Да, вот. Чтобы там не было никаких спойлеров, можете прямо сейчас зайти, а я вам покажу, как оно, типа, будет работать. То есть у меня будет прямо вот в моей консольке, у меня сейчас будут отображаться все ваши запросы. Я буду видеть, кто заходит туда и так далее. А вы можете мою документацию прямо из студии в реалтайме увидеть. Я могу вам что-нибудь, например, поизменять. То есть я могу там, ну, как бы, грубо говоря, вносить какие-то изменения. И таким образом мы можем договариваться с командой. То есть это на самом деле довольно прикольно. О, там уже кто-то пошел. Да, 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 пошли, короче. Типа заходцы, вот, побежали, короче, да. И, собственно, как бы это реально прикольно, потому что вы можете сделать что-то локально и реально вызовом одной команды передать результат коллеге. Я, например, вот таким вот образом тестирую интеграции. Мне, ну, как бы, я там разрабатываю там бэкэндную часть. И мне надо, чтобы GitHub видел Allure. И, как бы, я как раз делаю вот этот вот Ingrok. У меня поднимается, типа, внешний адрес. И потом в GitHub у меня уже, как бы, коннект есть. Это реально очень удобная штука. Крайне рекомендую попробовать. Тут уже кидают, что очень много коннекшенов. Да, 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 много коннекшенов. Это я так и знал, что, типа, это будет. Но это означает, что, как минимум, более чем один человек подключился и посмотрел. Что очень приятно нам. Спасибо. В общем, эта штука называется Ingrok. Я крайне рекомендую ее попробовать. Это вот, ну, типа, на мой взгляд, это, там, обязательно утилита для всех. Потому что после того, как вы ее, как бы, один раз попробуете, мне потом просто, там, периодически, там, даже спрашивают, типа, Тёма, а как ты там говорил, там, утилита какая-то, вот, которая это делает. Собственно, это вот она и есть. Следующее, что хочется показать, это вторая задача, которую я решаю тоже довольно часто. Это когда мне надо выделить или показать разработчикам баг. То есть, типа, для этого надо либо сделать скриншот, либо записать видео. И для этого я использую MonoSnap. MonoSnap – это вот такая вот утилитка. Она устанавливается, и она в виде обычного вот такого вот бачка. Вот на столе, я прям каждый раз вот смотрю и прикольно. Да, они мне еще меняются. Короче, может быть, мы еще увидим несколько штук. Да, и тут, например, можно сделать Capture Area. То есть, можно выделить какую-то область экрана, которую мы сделали. И сразу же можно указать, например, на какие-то места, написать какой-то текст, что, типа, вот тут вот не работает и так далее. То есть, этот скриншот после этого мы, типа, сохраняем. Его также можно аплоудить в облако. То есть, это, типа, работает с облаком тоже. Но я, честно говоря, ни разу в облако, мне как-то неудобно. Но мне гораздо удобнее, короче, сделать. Тут также можно мерить качество, менять качество вот этого формата. Ну, типа, и можно сохранить. Это первое. Скриншотами я, на самом деле, пользуюсь не так часто, потому что есть встроенная скриншотилка, которая вот тут вот. Ну, как бы, она в целом тоже работает неплохо у Mac. Но на Windows, например, вот этой вот, ну, типа, функциональности нету. И вот, насколько я знаю, может быть, я тоже ошибаюсь. Нет, там есть, просто, когда ты переключаешь с Mac на Windows, ты забудешь, скорее всего, этот вот кин. Ну, как бы, да. Да, и второе — это рекорд видео. Вот эта штука, она прям вообще прикольная. Вы можете выбрать какую-то область, которую вы будете снимать. Например, я часто делаю как бы так, что у меня, ну, типа, вот так вот оно получается. То есть я выбираю часть экрана. У меня тут какая-то, ну, типа, часть. Я выбираю ее так, секундочку. Это нам не надо. Я выбираю часть экрана, которую мне надо отснять. После этого я выбираю настроечки. В настроечках я могу выбрать следующее. Первое — я могу свое лицо отобразить здесь. То есть вот у меня будет отображаться вот это я. Привет, привет. И, типа, я там могу свои эмоции рассказывать, типа, как это все выглядит. Как классная твоя документация. Да, она очень классная. Ну, соответственно, лицо можно прям, ну, типа, там, ну, типа, увеличивать и так далее. И второе — это запись звука. То есть я могу записать какой-то звук. И, типа, вот. И, собственно, я там рассказываю какой-то инструмент. Тут у нас есть менюшки. Я перехожу сюда, говорю там, ребята, вот это, вот это. Потом делаю указания, типа, каких-то вещей. Говорю, ребят, надо обратить внимание вот сюда вот и так далее. И потом, короче, типа, останавливаю. У меня получается вот такой вот видеофайлик. Я его могу сохранить. И опять же прикольно, что я его могу сохранить в двух форматах. Первый — это формат видео, а второй — это гифки. Я чаще сохраняю гифки, потому что это, как бы, такая мини-документация, мини-какая-то настройка. Можно выбирать гифки. Если это какое-то полноценное видео, где там что-то происходит, то можно делать документацию. Да. Кстати говоря, пока ты рассказывал, тут ребята накидали, как можно на винте делать. То есть есть ShareX, есть, да, Hotkey, WinShift S, есть еще ту, вот, Кирилл скинул, PCMag, есть Snip. Спасибо, ребята, очень круто. Да, смотрите, тут можно сделать, типа, немножечко пониже качество, потому что мы можем, ну, типа, там, оно может нам страдать. И, собственно, сохраняем вот эту вот штуку. Она у нас появляется вот здесь, вот сейчас, сейчас. Вот она загрузится. И после этого вот у нас, типа, работа гифки. Ну, ее, наверное, лучше вот так вот показывать. Movie 42. Работа гифки, на которой вот у нас, типа, происходит все то, что я делал. Тоже довольно полезный инструмент. Я его часто использую. Также я использую сразу же вместе с этим инструментом, использую вот эту штуку, которая называется Image Optin. Для чего она нужна? Судя по названию, она что-то оптимизирует. Да, она оптимизирует всякие видосики. Как вы видите, у нас вот эта вот штука, она очень большая, то есть по размеру. Я сейчас специально сделаю скриншот и увеличу его вот тут вот. Она у нас 1,9 мегабайт, и это, на самом деле, довольно жирно. То есть я там немножко написал, по сути, да, как бы, ну, там не очень большое видео. Ну, если у тебя таких гифок на страничке будет штук 10, уже... Да, уже будет, как бы, немножко, как бы, ну, типа, некомфортно. Поэтому у меня есть вот такая вот штука. С телефона на даче твоя документация уже, к сожалению, будет не очень смотреть. У меня, как бы, есть вот такая штука, которая называется ImageUp Team. Мы туда перекидываем эту тему, и она, смотри, она сжала только что. Я сейчас даже, опять же, сделаю скриншот. Сорян. Скриншот ты делаешь, конечно же, через моноснеп, я так понимаю. Ну, как бы, вот я говорю, что тут я и в основном пользуюсь именно для видео. То есть я, типа, моноснепом пользуюсь в основном именно этот. И если посмотреть скриншот, то на скриншоте мы видим, что у нас, ну, типа, там, 73% сжато. То есть, типа, из одного, из двух мегабайт у нас осталось только, короче, 400, да, 400 килобайт. Это, на самом деле, довольно прикольный результат. Вот этот тулу я тоже очень рекомендую к использованию. И, по сути, вот я их использую в паре. Но на этом, наверное… Да, кстати, этот тулу можно в каких-то open-source проектах, которые мы видели, взять, посмотреть, сколько там картинок будет, и так далее, и поджать, и сделать загрузку. Давай мы это обсудим, пока мы переключаемся на твой экран. Да, да, пока я буду показывать следующий инструмент. Да, и, собственно, мы с Севой сделали эксперимент. Мы открыли документацию Cypress, нашли все картинки, которые там есть, загрузили их в ImageUp Team, и он сжал полностью все картинки на 25%. То есть, грубо говоря, опять же, понятно, что это, как бы, ну, не такой уж прям, типа, крутой результат. Не супер приоритет. Но, тем не менее, это прикольно. То есть, как бы, ну, типа, мы экономим место. Ладно, давай, Сева, продолжай. Да, слушай, ты рассказал про MonoSnap, а я вот пользуюсь такой штукой, которая называется Loom. Она не совсем бесплатная до конца, да, то есть есть материалы, можно попользоваться ей бесплатно, но у нее очень прикольный функционал, и я хочу тебе показать, как это работает. Вообще, собственно, вы можете, ну, она точно так же, да, как это, тула любая вставится. Соответственно, вы можете точно так же выбрать, соответственно, микрофон, в котором вы будете говорить, вы можете включить видео, и вот это вот видео, которое я говорю, привет-привет, оно будет тоже на записи. Точно так же можно выбрать часть экрана, но мне очень нравится отличие от того инструмента, который ты говоришь, MonoSnap, что когда я буду, например, вот этот экран, да, ты видишь, что видео вместе со мной переключается, вместе с этим экраном. Это очень удобно, и это хорошо продуманный просто у них интерфейс. Мы когда тестировали MonoSnap, как бы у MonoSnap вот это вот, типа, она остается. Постоянно дергается. Да-да-да. Потом, после того, как вы хотите нажать старт-рекординг, нажимаете кнопку, и у вас он не сразу начинается, да, там, типа, и вам нужно отрезать кусочек, а он дает пару минут, чтобы вы собрались с мыслями, и после этого, например, мы начали запись, и после этого я там хочу тебе рассказать, что вот здесь, ну, какая-то написана дичь, например, да, и вот ты увидишь это на записи, после того, как я останавливаю запись, у меня открывается ссылка на это видео в облаке, и этой ссылкой я могу прямо с тобой поделиться. То есть я тебе отправлю, у тебя будет видео. Из прикольного еще, помимо того, что все эти видео будут коллекционироваться в одном месте, а не где-то у тебя на рабочем столе или где-то у нас с тобой в Телеграме, они, да, всегда лежат в одном месте. Из прикольного, что ты можешь открыть это видео и, например, проиграть все на 2Х, потому что не хочешь смотреть по полчаса, как я там открываю IDE, а быстрее проиграть. И помимо этого ты можешь прямо здесь мне написать комментарий. То есть или сказать, что видео, ну, так себе. И тут же добавить какое-то описание к этому видео. В целом, мне кажется, что… Кстати, заметьте, он закапчил, короче, информацию про этот аппликейшн, который у тебя был открыт. Он, смотри, написал IntelliJ IDE, Allure Example. Да, 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 да. Офигеть. То есть он кэпчурит прямо то вид, в котором у тебя есть, и тебе уже не надо там как-то выдумывать даже, что у тебя там. Сразу видно, какой проект над каким ты работаешь. Прикольно. Вот. В целом, да, проигрывается, как вы видите, все отлично. Слушай, ну, вот честно говоря, опять же, при сравнении моноснэпа, мне кажется, он типа все-таки такой больше хардкордный, но твой лум мне пока нравится больше. Надо будет посмотреть, что они себя представляют уже, ну, типа попробовать его у себя. Может быть, двинемся дальше? Давай, двинемся дальше. Мы с тобой научились планировать, созваниваться. И коммуницировать. Научились, по крайней мере, передавать друг другу какую-то информацию, что типа где что сломалось, почему оно работает именно так и так далее. Что дальше? Да, да, да. И мы с тобой, понятно, на конференции по тестированию, и мы с тобой любим писать тесты. И нам нужно понять, как можно лучше и на ремоуте показывать друг другу тесты, и как вообще их писать. Давай, давай, давай. Как вы знаете, ребята из компании Microsoft сделали инструмент PlayWrite, про который мы несколько раз с Артемом говорили, и уже даже есть какие-то материалы, которые написаны. По PlayWrite есть в Telegram, кстати, канал, в котором можно задавать вопросы, если что-то не получается. В общем, они недавно, наверное, 3-4 месяца назад сделали интерфейс клиентский, который позволяет вам сгенерировать код, такой record and play, по сути. Давай я покажу. Ты пока сетап, да, я немножко поясню. Я покажу, как это работает. Ты пока сетап, все, я говорю, я объясню немножко этот. Мне вчера спрашивали про то, должен ли ручной тестировщик уметь читать код. И я как бы на это отвечал, что типа, ребята, вот сейчас придет время, и вам не надо будет этим сильно заморачиваться. Сейчас все сделают за вас. И поверьте мне, типа, скоро код это будет, ну, типа, вот код в тестировании, это будет вот прям актуально. Никто не будет вот эти вот там документики писать и вот это вот все. И вот сейчас Сева продемонстрирует, как это будет выглядеть. Да, то есть понятно, вы устанавливаете PlayWrite с помощью NPX PlayWrite, и после того, как вы его поставили, у вас есть, создаете какую-то директорию, в которой у вас будут файлики с вашим кодом, с тестами. Запускаете с параметром O, это, собственно, output, куда будет складываться весь код, который он сгенерит. И, ну, и дальше параметр сайта, который вы хотите открыть. В том числе тут есть параметры, в каком браузере открыть, с каком разрешении. Все это можно задать через консоль. Ну, собственно, давайте запустим. Как вы видите, он запускает Safari по дефолту, или Chromium. Chromium. Мы запустили сайт Яндекса. При навигации мы видим, что он сразу подсвечивает и показывает нам CSS-селекторы, которые здесь используются. Давай в новости пойдем. Пойдем в новости. Давай я напишу что-нибудь здесь, что-нибудь поищем. Мы поищем недвижимость, может. Недвижимость? Мы заработали уже с тобой? Да, да, сейчас ипотека низкая. Можем поискать недвижимость. Вот в Колпино отличная. Апартаменты продают. Ну, и, соответственно, мы можем что-нибудь здесь поконфигурить. Ну, давай не будем увлекаться. Я думаю, что все понимают, что это. Давай показывай, что у нас есть теперь. Из интересного у нас есть… А можешь увеличить? Этот код, кстати, его тут можно увеличивать, и это удобно. Этот код автоматически генерится при том, как вы нажимаете. То есть, видите, он уже нагенерил переходы на страницы, клики. И, как вы видите, вот этот клик, он не ужасно выглядит. То есть, он по area label ориентируется. Ну, там плюс дочерний элемент. Но, в целом, эти селекторы не похожи на дикие экспасы. Не нужно их переписывать. Из интересного, что в этой же штуке вы можете выбрать не только JavaScript, а Python, C Sharp… А покажи, как на Java будет. Мне прямо интересно. Давай. Опа. Да. То есть, уже ребята делают playwrite, портировали на Java и на несколько еще других языков. Все это можно прямо в реалтайме посмотреть. И такая же штука у них есть для дебага, на самом деле. То есть, если ты заходишь подебажить свой тест, все точно так же работает. А давай сделаем, вот типа рекорд остановим. Рекорд останови, пожалуйста, вверху. Да, да, да. И этот play нажми. Давай посмотрим, что будет. Давай. Play можно? Да, play. Давай тут паузу, наверное, видимо, надо нажать. Не-не, мы рекорд остановили. Мне кажется, что мы что-то сделали не так. Да, возможно. Но после того, как мы этот код сгенерировали, он у нас будет в output файле. Давай посмотрим. Может быть, когда в output файле, он типа не позволяет это делать. Окей, да. То есть, мы закрывали все это. У нас сгенерился файлик, который мы назвали test3.js. И после этого мы можем его запустить. Ну и как видите, он сделает все то же самое, что мы с Артемом тут нажимали. Ну огонь, ну огонь. И закроется. Ну огонь. Ну вот ребята, которые реально спрашивали, пока переключается экран на мой. Да, давай посмотрим, что у тебя там за инструменты. Пока экран переключается на мой, вот много тестировщиков вчера реально спрашивали меня о том, что, а что будет с ручным тестированием. И тут, мне кажется, вопрос как бы скоро будет отпадать, потому что разработчики тоже думают о том, что им не очень удобно писать вот эти тесты и так далее. И все идет в сторону того, чтобы оно было максимально доступно, максимально просто и так далее. Но, как я еще раз повторяюсь, оно все равно будет в коде, поверьте, потому что как бы все идет туда. Давайте посмотрим на… Да, давай посмотрим, как ты покажешь это все дело. И сейчас пока на тебя переключат, я посмотрю, что было в чатике. Умеет ли LUM локально все делать? По-моему, нет, не умеет. Нужно постоянно будет скачивать, то есть они такие на облаке заточены. Если что-то знаете, посоветуйте возможность для того, чтобы увязать end-to-end UI автотесты с чек-листами. Об этом расскажем скоро. Об этом вот скоро прямо сейчас будет, буквально через 5 минут. Не отключайтесь, Валера. Так-так-так, MonoSnap, да. Давай, погнали. Есть такой же инструмент CoaVolv. Вам тут надо будет зайти, авторизоваться. Да, у них свой интерфейс какой-то есть. Да, да, да. Вы зайдете сюда, тут как бы нажмете My Test. И также можно сделать Create New Test. Мы указываем, давай в этот раз Google. Мы будем тестировать. Мы делаем вот такое вот нажатие кнопочки. И вот у нас загружается Google. Прямо справа он через их сервера идет. Поэтому есть вот такая вот у них штучка довольно забавная. Видите, слева вы видите тестик прям. Тут говорите, наверное, мне кажется, что вот это вот. И потом поехали. Пишем, короче, GeizenBug Питер 2021. Переходим, GeizenBug. Ну смотри, зато ты знаешь, как выглядит поиск, когда ты в Германии или где это? В Германии, да. Питер 2021. Он даже, видишь, он… А, ну вот, он находит. Потом мы, короче, переходим на эту конференцию, переходим на Speakers. Видим Артема Ярошенко, нажимаем Read More. И вот у нас как бы какой-то тут находится тест. И после этого вот у нас получился наш вот этот вот тестик. И теперь мы его можем проиграть. То есть мы типа видим, слева у нас начинают отрабатывать вот наши вот эти вот шаги. И справа появляется вот эта вот необходимая информация. Бабамс, круто, я считаю, круто. После этого вы можете, ну типа эти тесты, они у вас сохраняются в библиотеке. То есть вы можете сохранять такие тесты и после этого ими пользоваться. На мой взгляд, такую штуку для продакшена, ну типа я не представляю, там какая-нибудь там большая софтверная компания будет пользовать такую как бы вещь у себя. Но можно к ней просто привыкнуть, пока вы не освоили вот эти вот КЛАи, пока PlayWrite доделывает свою вот эту вот плагинную штуку, потому что они ее точно доделают, и она будет работать вот таким же образом, совершенно точно. Пока у CoaWulf более фэнси интерфейс, поэтому можно ее юзать. Ну ты знаешь, в таком интерфейсе очень удобно скриптовать какие-то вещи, то есть не обязательно писать тесты, а ну какой-то скрипт писать. Когда тебе приходит какая-то штука на почту, открыть там, что-нибудь сделать, закрыть и так далее. И просто все эти скрипты иметь там в их клауде, в их браузере, да, и просто нажимать кнопку, смотреть, что происходит. Ну я согласен, пока, ну как бы, если вы не очень знакомы с автоматизацией, то это вполне как бы неплохо. Итак, мы при этом еще теперь и тестики научились писать, то есть это типа прикольно, мы, короче, молодцы. А давайте теперь начнем тесты считать. То есть теперь у нас как бы какая задача? Нам надо понять, сколько у нас вообще тестов. То есть это такая, ну на мой взгляд, довольно большая проблема. Многие ударились в автоматизацию тестирования, и сейчас возникает такой вопрос, а как вообще? То есть автотестов становится слишком много. Ручное тестирование периодически даже не понимает, типа как, где вот эти автотесты и какую пользу они приносят. И на этот вопрос отвечает продукт, который делаю я. И я могу как бы тут там похвалиться, что у нас получилось вроде как. Давайте я покажу, как он работает на примере. Итак, первое, что у нас есть, Сева, давай следи за руками. Как я уже говорил, у нас есть этот код. Мы уже на него сегодня смотрели, этот код хорошо размечен, у него много аннотаций всякие, мы видим, на какой микросервис эти тесты написаны, видим интеграцию с Jira и так далее. То есть тут как бы все как бы окей. Что нам надо сделать следующее? Мы его добавляем в Jenkins. У меня вот тут вот есть две джобы. Одна на G-Unit 5, а вторая на Cucumber. И мы делаем вот так вот. Build эту джобу. И вторую тоже build. Cucumber. Cucumber, я не говорю, что это круто, я хочу показать немножко разность. То есть там это может быть и Python, и JavaScript, и любые другие языки. Так что это чисто для примера. Мы в одном месте сразу же видим, как у нас вот эти запуски запускаются. Мы видим, на каком браузере они запускаются, на каком хосте и так далее. И если мы перейдем внутрь нашего отчета, то мы увидим обычные результаты тестов, как это делалось в Allure, то есть типа вот как бы… Ну да, похоже как Allure. Но смотрите, тут есть вот этот вот отдел тест-кейсов. И тут сейчас нету тестов. Видите, нету тестов вообще, ну типа пусто. Что мы делаем? Мы останавливаем наши вот эти вот тестики, переходим в test-cases, и у меня автоматически сгенерировались тест-кейсы. Смотри, я сразу же вижу, что это API-шные тесты. То есть смотри, вижу, что это API-тест, вот это UI-тест. Я вижу, кто ответственный за этот тест, какие кастом-филды есть, я вижу, на каком фреймворке эти тесты написаны, и подробный сценарий того, как этот тест имплементировали. Ты можешь его тут поредактировать? Я могу даже тут его поредактировать. То есть я могу вот это вот у меня сценарий автотеста, а я, например, не привык к сценарию автотеста. Ну да, ты хочешь руками, например, прогнать это. Я типа хочу написать его руками. Я могу просто поверх вот этого автоматического теста написать свой открываем страницу, создаем, создаем, ишью, закрываем. А в коде вот как-то будет понятно, что вот этот тест больше не автоматизирован? А вот в этом и смысл, что он остается автоматизированным. Просто у каждого на него будет свое представление. То есть сейчас секундочку проверяем, проверяем, что он отсутствует. Смотри, фича заключается в том, что мы смотрим вот так вот, и у нас типа есть то, как его видит ручной тестировщик, и то, как он на самом деле автоматизирован. Потому что не все привыкли к такому формату, о котором мы с тобой сегодня говорили, о том, что все находится в коде. И есть некоторая промежуточная стадия. И у нас может быть одновременно как бы и ручной сценарий, и автоматический. То есть тест находится в двух состояниях, и это нормально. Но это еще не все. Смотри, какая самая большая проблема. Вот, Сева, тебе надо сейчас эти тесты запустить. Я там что-то ходил, класал две джобы какие-то. Ну да, это не очень понятно. Какое-то не очень понятно. Смотри, что мы можем сделать. Мы выбираем close, потом delete. А, то есть ты можешь выбрать те группы тестов, которые ты хочешь запустить? Да. И, короче, смотри, я тебе говорю run. Беру environment, который у меня есть. Кнопка run, должен сказать, очень далеко находится. Я бы не нашел. Да, это согласен. Это у нас уже есть UX, который этим занимается. Смотри, мы выбираем, где мы будем запускать эти тесты. Мы запустим их на хроме. Мы запустим их с манитером бронча и на таком-то хосте. Делаем save environment. Allure автоматически подсказывает тебе, какие джобы будут запущены. И при желании… Ты можешь туда зайти и что-нибудь. Да, да, посмотреть. Он также засигнит ручные тесты. Эта система включает в себя ручные тесты тоже. И ты делаешь просто submit. У тебя появляется вот такой вот ланчик. И сразу же видно джобы, которые будут запущены. Мы можем в них перейти и посмотреть параметры, с которыми мы запустили. Параметры не дефолтные. Это те, которые я исправил. И мало того, запустятся ровно те тесты, которые мы выбрали. То есть запустится именно то подможество тестов, которые мы выбрали. Видишь, у нас получилось 7 тестов. К сожалению, эти тесты прошли. К сожалению, почему? Я тебе объясню. Я уверен, что у всех бесят, когда тесты падают. Например, давайте перейдем вот сюда. И мы увидим, что у нас тесты попадали и по какой-то непонятной для меня причине. Что-то элемент not found, какая-то… Ну, какая-то фигня. Я ставлю ставку, что если ты его перезапустишь, возможно, он пройдет. Давай, короче, мы просто нажимаем кнопочку rerun. Мне совершенно неважно, где эти тесты запускались. Allure все автоматически за эти тесты знает. Я нажимаю кнопочку rerun и откидываюсь на кресло. Слушай, а он rerunит его на том же окружении? А если я поменяю другое окружение? А нельзя, потому что Allure запоминает окружение, на котором были запущены тесты. Смотри, в данном случае у нас были тесты запущены ровно на том окружении. Видишь, вот он его запомнил. И он тебе не даст его перезапустить на другом окружении. Хорошо, я понял. Ну да, выглядит, что похакать не получится. Да, и на самом деле это, короче, решает, на мой взгляд, довольно много проблем. Тут, естественно, можно сделать там ручные тесты, написать. Для этого у нас там есть все необходимые ручной тест. И, соответственно, прелесть заключается в том, что вы можете очень легко синхронизировать ваши ручные автоматические тесты и действовать с ними, работать с ними, как будто бы это ручные тесты. Вам, типа, даже не надо думать, автоматический тест это или ручной. Слушай, а вот ты руками написал вот этот вот тест. Скажи, тут вот как раз Анна интересуется. Мы написали этот тест в Валюре, а потом эти изменения, они хранятся в Валюре или интегрируются с гитом? Отличные. Да, смотри, например, мы можем здесь сделать раз, раз, два, три. Так. Вот так вот мы делаем. Потом переходим в VDE и создаем новый тест. То есть все равно нужно что-то сделать руками, помимо того, что ты там написал? Да, пока да, но сейчас я покажу, и ты поймешь. Public void new test. Так. Я делаю тест. Теперь мне надо проверить интеграцию с Алюром, убедиться, что она у нас, да. Это какой-то плагин? Да, это плагин, который мы тоже предоставляем. Я выделяю вот этот вот тест, давай ему накинем каких-нибудь ish, вот так вот сделаем. А, нет, давайте ему тегов накинем, какой-нибудь там critical, regress, и поставим ему, допустим, owner, admin. И, например, еще скажем, что у него есть микросервис. Микросервис, там, billing. Вот. Потом я нажимаю вот сюда вот, делаю импорт нашего теста, устанавливаю вот так вот айтишничек, и он полностью генерирует тебе болванку для теста. То есть, грубо говоря, мало того, это как бы подготовка уже к тому, что тест кейсы, как я уже говорю, и я об этом буду повторять, они уже должны быть в коде совершенно точно. То есть вот с помощью вот таких вот вещей у вас тесты синхронизируются. И то, что написано здесь, оно синхронизируется с этим. И когда вот этот тест запустится, он уже будет главный, а не его ручная копия. При этом, давайте об этом, если вы хотите, приходите на мой вебинар, он будет в пятницу, мы о нем напишем в канале в три часа. И еще очень такую прикольную штуку сделаю. Тут есть прикольные дашбордики, которые можно конфигурировать. Я себе обычно конфигурирую такой, что у меня есть информация про UI-тесты, про все тесты, success rate всех тестов 0.9, UI-тестов, например, 0.83, а пишенные тесты у нас самые крутые. Смотреть, какие у нас топовые тесты хуже всего выполняются. Например, тест 11.193, он выполняется хуже всех. И самое крутое, что можно смотреть это все по команде. То есть, грубо говоря, мы видим там, Ярошенко М, у него 10 тестов, у него вот такая вот стабильность тестов. Точнее, наоборот, я их тут перепутал, давайте передвинем. Вот так вот. И у него типа есть вот плохие тесты, типа Ярошенко Артем идет и фиксит свои тесты. А Абаев, он типа хороший парень, и у него все хорошо. В общем, приходите ко мне на вебинар, я все это внимательно вам еще раз расскажу и покажу. Да, слушай, ты вот рассказал, как эти тесты писать, еще исправлять руками. Скажи, а вот как мы меряем покрытие вот этих тестов? Сказал, что вот у тебя там много падает, а как же померить их? Да, покрытие – это тоже прикольная штука. Я об этой тюле рассказывал тоже очень давно, но там есть типа один нюанс, который вы сейчас увидите. Есть такой инструмент, который называется Swagger Coverage. Я крайне рекомендую его попробовать. Идея заключается в следующем. У вас есть, секундочку, у вас есть Pet Store. Это дефолт на какой-то проекте, на котором все учатся. Это Swagger Документация, вот он. И вы видите, какие у вас есть ручки при работе вот с этой Swagger Документацией. И вам надо написать автотест и понять, какие вот уже из них ручки протестированы, а какие не протестированы. Для этого вот мы, этот, у меня есть такой проектик, уже все зависимости подключены, и давайте покажу, что он делает. Мы сначала делаем тест, запускаем наши тесты. У нас тесты прошли, а потом генерируем coverage report. У нас скачивается command line, и сейчас мы, хоп, теперь переходим в проект, открываем coverage, open in browser, default, и у нас появляется вот такой вот coverage. Здесь мы видим, какие ручки мы задействовали. То есть у нас видно, что у нас была вызвана ручка, которая у нас тестировалась там на GET. Видно было, с какими ID-шниками она выполняется. Есть дополнительные проверки. То есть с помощью таких вот отчетов вы можете быстро понимать, в каком состоянии у вас покрытие вашего кавериджа. Опять же, это вы можете посмотреть на GizenBug, про это я уже рассказывал. Но недавно появился очень прикольный, я бы сказал, ну не аналог, но очень похожий инструмент, который сделал, ну по крайней мере, показывал его Сергей Пирогов. Привет, Серега, спасибо за инструмент, реально прикольно. И я сейчас покажу, как работает он. Я уверен, что если про предыдущий инструмент, может быть, уже кто-то знал, то про вот этот, возможно, еще знали не все. Для этого нам надо сделать следующее. Он поставляется в виде докер-контейнера. То есть если предыдущая сборка, она была пришита к градлу, там прям сначала надо запустить тесты, потом как бы сгенерировать отчеты. Это статические отчеты. То это представляет из себя сервис. Давайте посмотрим, как он работает. Статически это значит, что если ты где-то хочешь удаленно, чтобы это можно было посмотреть, тебе надо где-то засетапить. Да, типа этот, потом мы его запускаем. Это очень простой, ну типа там на трехтысячном порту. Дальше мы переходим по трехтысячному порту. И тут есть у нас этот рекавер. Вот так вот. У нас такая вот страничка появляется. Дальше у нас педстор. Вот. Дальше мы указываем вот этот вот педстор URL в качестве основного урла. То есть это где ваша опишка находится. А сейчас вы поймете зачем. Указываем вот так вот. Второе указываем V2, свагер, джейсон. Урл свагера. Да, урл свагера. То есть это разные вещи. У вас свагер может находиться в одном месте, а опишка будет доступна по-другому. И нажимаем сейв. После этого, как вы видите, похоже этот, ну типа UI. На самом деле, ну это прикольно, что он как бы этот. Но мне нравится то, что тут вверху написана информация о том, где API. И самое прикольное, знаешь что? Он проксирует запросы. То есть тебе не надо ходить в то API напрямую. Ты отправляешь запросы вот на этот localhost, а он проксирует запросы дальше. Поэтому мы открываем вот этот наш тест SH. Смотрите, делаем run. Он у нас выполняется. Переходим сюда. И у нас уже частично покрыто pet ID. И он, видите, говорит, что типа код 404. Потом мы запускаем вот так вот. Мы типа делаем вот таким вот образом. Запускаем еще раз. Такой pet точно есть. Запустили. Переходим сюда. И у нас уже покрытый код ответа. Да. И самая прикольная штука, вот я говорю, что мне реально понравилось, что это можно поднять в виде сервиса. И она не так нужна для Java. То есть типа грубо говоря, это, ну типа, то есть грубо говоря, если вот предыдущее решение, оно требует реально необходимости Java, то вот это решение, как вы видите, я прям курлом использовал. И оно в себе агрегирует вот эти вот вещи. И прям, ну типа, прям респект и крутота. Очень рекомендую попробовать. Хорошо. И вот следующий тул уже прям чуть-чуть осталось. Не-не, давай-давай. У нас остается не так много времени, а тулов штук 5-7 точно еще есть. Да, давай. Следующий тул это Stoplight. Тоже прикольная штука. Мы узнали от нее. Да, Алексей Золотых сделал классный твиттер-ретрет. Если ты смотришь нас, это здорово. Спасибо тебе большое. Классная штука. Короче, идея заключается в том, что это коллаборейшн. Тул для редактирования вот этих всех там свагеров и свагер-документации, вот этого всего. Это мне тоже очень сильно зашло. Мы заходим, и там надо будет создать проект. Вам надо будет зарегистрироваться. Я зарегистрировался через GitHub. Потом нажимаете импорт и выбираете свагер-джйсон. Я взял вот этот педстор, прям его и взял, как бы, и так далее. Делаем open. Потом открываем. И смотри, у меня слева получается описание того, какие у меня методы есть. Здесь я могу их редактировать, а справа у меня, типа, описание вот этих всех ответов. И на самом деле я могу добавлять больше ручек. То есть я, типа, по сути, вот этот свагер использую как основу. То есть мы сели с коллегами, такие, так, ребят, что будем делать? Вот такое вот будем делать. И накидываю вот эту вот штуку. Тут есть такая кнопочка try it. То есть я могу попробовать, например, давайте, ну, типа, давайте вот это вот. То есть это такая хорошая комбинация между… Вот есть у свагера, на самом деле, UI, где ты можешь в OpenAPI сам это все делать. Но она такая среднеудобная. То есть там редактировать что-то умрешь. Здесь, получается, ты редактируешь уже более… И вместе. Ты можешь редактировать, во-первых, вместе, потому что это отдельный проект, это отдельная сущность. И как бы каждый может привнести сюда какую-то свою логику. Вот ты можешь сделать, видишь, вот этот. И самое прикольное, но я еще с этим не успел разобраться, но утверждается, что эта штука еще и может мокать. А если она может мокать, это открывает нам просто безграничные возможности, потому что вы загружаете туда свой свагер JSON, и после этого добавляете новые ручки, вот как мы делали в Ingrokia. И они начинают вам отдавать статические данные, на которых фронтенд может уже начинать какую-то работу. И это позволяет вам коллаборироваться прям круто. После этого мы нажимаем кнопочку Publish, он типа спрашивает iOSure, Windows Style. Шур или ты? Шур, мы прям вообще шур, прям стопудово. И у нас получается вот такая документация. Смотри, у нас есть это, у нас есть способ это попробовать, и, соответственно, ну как бы все это в одном месте, ты можешь ее пошарить, скинуть коллеге, пригласить сюда, и вы можете работать уже над этим проектом вместе. Да, слушай, я делаю вывод, что очень полезно читать прикольные твиттер-трэды от разных ребят, кто трудится в разных областях, и получать от них интересные инструменты, по крайней мере, инсайты инструментов. Я бы просто подписался на вот него. А, нет, нет, нет. Подписывайтесь. Он и так уже все это знает, он как раз это все мониторит, а скоро мы будем рассказывать про все эти инструменты на YouTube, так что и вы это все будете знать. Но мы поехали дальше, потому что у нас и правда уже… Да, ты тут рассказывал и про Swagger, и про Java, и нам хочется на самом деле в какой-то момент времени чему-то научиться или как-то ускорять работу, но, может быть, с какими-то не такими хардовыми инструментами. Точно, то есть нам надо как-то научиться ускорять работу, потому что я знаю, что у многих есть проблемы именно с тулингом, поэтому первый тулинг, о котором хочется рассказать, это Learning in Brunch. Давай я на него переключусь. Да, то есть это, наверное, если вы прослушали там Java, что-то еще, и вам не сильно было понятно, о чем вообще речь, то эта штука вам поможет изучить гид. Вообще, как бы, да, эта штука поможет изучить гид, и она еще при этом очень прикольная, что она визуальная. И я на самом деле там студентам периодически как бы говорю, чтобы они мне скинули скриншот, на котором все это будет зелено. Ну, кстати, некоторые смышленые могут сделать так, чтобы там зелено было без прохождения занятий. Но, тем не менее, давайте выберем третье занятие. У нас тут какая-то концепция, он рассказывает, типа, зачем это все надо, типа, он, ну, как бы, объясняет. После этого мы нажимаем Next, он говорит нам задание, и вот у него видно прям как бы, как он это все делает. А мы говорим Next, и он говорит, что после такого-то действия у тебя происходит вот это вот. И потом переходишь вот сюда вот, и, собственно, у тебя… То есть, получается, если даже ты знаешь, что такое гид и как пользоваться, но средне уверен в каких-то вещах, то ты, пройдя эту штуку, сможешь быть более уверен в себе. Совершенно точно, и самая крутая вещь, это то, что он делает это визуально. То есть, у тебя… Ну, да, понятно. Да, но у тебя на любые команды, вот, которые ты выполняешь слева, у тебя получается, это, у тебя есть полное определение, и, собственно, вот, как бы, гол, который тебе надо достичь. То есть, там, пишешь гид, там, чекаут, минус B, там, бранч, как бы, хоп, и он тебе говорит, вот, у тебя, ну, типа, появился бранч, ты, говоришь, гид, коммит, как бы, хрячь, он тебе говорит, вот, у тебя от бранча пошел, короче, это. И это реально прикольно, потому что оно прямо на экране у тебя, ну, типа, двигается, и это прямо круто. А такие штуки люблю. Есть такая еще игра, чтобы Vim изучать, и она мне тоже… Да. Выглядит прикольно. Да, ссылочку на нее, на Vim, кстати, скинь мне, потому что это тоже прикольно. Хорошо. Также нам всем надо генерировать данные, для этого есть Slotman. Это, типа, тул, который, вот, я, по крайней мере, очень рекомендую. Прикольная, как бы, библиотечка. Это ребята из серьезного тестировщика, по-моему, мы сделали. Да, это серьезный тестировщик. Привет вам, спасибо большое. Да, привет, и спасибо большое за тул. Собственно, у него, как бы, задача такая, что вы можете сгенерировать быстро какой-то набор данных, то есть в данном случае мы, например, генерируем JSON, который состоит из UIDA, full name, e-mail и так далее. Нам надо сгенерировать один JSON, мы нажимаем generate, и вот у вас получаются вот такие вот тестовые данные. Мы, например, full name можем изменить на first name и написать просто name, например, здесь. Мы, типа, перегенерируем, и у нас изменяется вот этот JSON. Для ручных тестировщиков, на мой взгляд, эта штука просто необходима, потому что я знаю, что, типа, много ребят работают с API, и подготовка этих данных, она забивает, ну, типа, мозги очень хорошо. Ну да, то есть, и тут есть различные, используя различные техники, там, типа, pairwise и так далее, вы можете сразу сюда зайти, нажать пару кнопок и получить какие-то тестовые данные. Можете там сгенерировать несколько UIDA, можете, короче, сделать, ну, типа, сгенерировать какой-то текст, например, по словам, то есть, например, текст, который состоит из 100 слов. Хоп, и у вас будет, как бы, реально там текст, который состоит из двух слов. Можно сделать кейс-конверт. Вот это прикольная штука, она мне нравится. Ты знаешь, что такое, например, кебаб-кейс? Да, кебаб-кейс, конечно, знаю. Ну, расскажи. Это когда ты пишешь вот так вот. Ну, давай посмотрим. Это кебаб-кейс, это когда между ними черточка. Снейк-кейс, это когда нижнее подчеркивание. Видишь, я уже не помню. Кэмл-кейс, видишь, когда вот так вот. Да, кэмл-кейс, понятно. Да, ну, в смысле, как бы, я просто говорю, что это реально прикольно, потому что, ну, типа, эти вот штуки периодически кто-то забывает. Также можно сгенерировать файлик, изображение, и можно переключать на… Тут также есть компея JSON, это тоже очень прикольная штука, она появилась, кстати, недавно, и вы можете сравнивать два скриншота, а мы переключаемся на экран Севы. Да, давай посмотрим, я дальше покажу. У нас есть еще, наверное, несколько инструментов, которые хочется показать. Так что давайте, ребята, переключаемся. Переключаемся на экран Севы, а я пока подведу такой небольшой итог, что реально два инструмента… Все, поехали. О, все, без итога. Смотрите, частая задача есть, вы заходите, и у вас есть формочки, их нужно потестировать, забить какими-то рандомными значениями, и это так себе удобно. Кстати, напишите, какими инструментами вы пользуетесь для этого. Но я вот использую fake data. Что это такое? То есть есть экстеншн в хроме, который можно сконфигурить, и на него можно написать свои какие-то шорткаты, которыми можно пользоваться для того, чтобы что-то записывать, генерировать. Ну и в том числе можно настроить эти генераторы, ну типа кастомным образом, на кастомные филды. Ну давайте, например, представим, что мы зашли на Aviasales. Тут, кстати, почему-то без рекламной интеграции. И вам очень хочется написать какой-то отзыв. И смотрите, вы можете сгенерировать имя очень просто. Оп. Почта. Оп. Текст вопроса. Оп. И все. То есть… Я так понимаю, что это не Ctrl-V, короче. Да-да-да. Это не Ctrl-V. То есть я вот просто зажимаю Command, два клика, и он каждый раз нам генерирует разные… Ну там точно так же он умеет сам определить, что это email форма, определить, что это другая какая-то форма. Ну вы можете, например, задавать, кастомизировать. Понятно, что здесь не имя, но вы можете это кастомизировать таким образом, вашу форму, чтобы он заполнил. Более того, вы можете на самом деле нажать с Shift, и он сразу все заполнит. Да, прикольно. То есть вам не нужно прям руками каждый раз это нажимать, и он сразу заполнит всю форму, которую он определит. На самом деле эта штука и правда экономит дофига времени. Я видел еще другой плагинчик, который позволяет сохранять данные формы и шорткатить их. То есть ты сначала сохраняешь всю форму, потом нажимаешь Save, и потом ты эти данные можешь использовать в следующий раз. Это тоже довольно прикольная штука для тестирования. Да, слушай, ну и наверняка бывает такой кейс, когда тебе присылают какой-то длинный JSON, ты открываешь IDE, нажимаешь, наверное, Convert. Кто-то знает, что можно это сделать в онлайне, сейчас многое, что можно сделать из браузера, но вот есть такая тула, которая позволяет вам красиво преобразовать JSON, который может быть гигантским, и более того, его можно на самом деле еще и сконвертировать в какой-то другой формат. Ну и помимо этого по нему очень удобно, можно и навигироваться прямо в браузере, то есть можно какие-то филды закрыть, которые вам интересны. И что важно на самом деле, можно еще и провалидировать вообще, валидный ли это JSON, не забыли ли где-то там скобочки, именно поэтому, например, часто ты что-то постишь через Postman, где-то скобочку забыл, там что-то сваливается, непонятно почему. Вот здесь можно провалидировать, нормально ли ты все заполнил или нет. Да, понятно, что этот инструмент это не для тех ребят, у которых есть ADE, то есть нам хотелось немножко от кода отойти и показать еще тулы, которые на самом деле у меня тоже периодически не бывают ADE под рукой. Да, часто бывает, что нужно с регэкспами разбираться. У меня лично бомбит от регэкспов, но тем не менее, есть инструменты, которые позволяют снизить боль и не так сильно плакать. Давайте… Они, конечно, гуглятся, скорее всего, вы, может быть, что-то видели, но вот есть несколько инструментов, которые мне кажутся очень удобными, и я их могу рекомендовать. Вот этот регэксп на самом деле он… А можешь приблизить немножко ту часть, которую показываешь? Да, вот как-то так. Да, то есть вот есть на самом деле экспрэшн, который вы пишете, и фишка этого инструмента в том, что он как бы вам рассказывает. Вот это прикольно. То есть если вы не сильно знаете, не сильно понимаете, как писать, или там что-то забыли, так тоже бывает, я вот тоже… Я в регэкспомс всегда. Каждый раз. Я один раз захожу, что-то напишу, потом в следующий раз как заново, как день сурка. Вот. И ты можешь на самом деле здесь почитать, да, то есть вот… А проскромь вниз, там внизу прикольная его расшифровка. Да, то есть ты прямо можешь научиться. Другой инструмент, который тоже есть, называется Regex-генератор. Он мне нравится тем, что вот у тебя есть… Дегли, пожалуйста. Есть у тебя на самом деле какой-то сэмпл файла, сэмпл строки, и у тебя есть возможность вот такими простыми квадратиками на самом деле определить… Ну, например, тебе нужно сделать регэксп, пока на вот первое это типа число, и, например, на регэксп, ну, например, на класс, который был, да. Просто ты кликаешь на вот эти филды цветные, вот, и он, соответственно… Так. И он тебе генерирует регэксп, под который тебе подойдет. Я понял, что ты имеешь в виду. Да, да, да. И он сразу автоматически генерирует регэксп, который, да, тебе подходит снизу. То есть еще раз, да, смотрите, что происходит. В предыдущем примере вы писали регэксп, и вам расписывал инструмент, что это значит. Если мало ли вы не понимаете, что значит, то вы можете использовать инструмент. Этот инструмент наоборот. Вы вставляете строку, он ее максимально сильно разбивает и рисует вам подсказки. Потом вы можете прям по ним кликать, и он будет вам генерировать вот этот регэксп. Понятно, что это будет не всегда очень красивый регэксп, но это будет совершенно точно рабочая, как бы, сущность. И это, на самом деле, довольно прикольно. Вот эту вот тему… Да, и из интересного, что вы сразу можете какой-то код получить на Java или на C Sharp, прямо просто его скопировать и проверить. Вот это вообще прикольно. Да, у нас тут время подзаканчивается. Мы буквально возьмем еще пару минут от закрытия, и я думаю, что ничего страшного. Наверное, нас не поругает. Вижу, что вы пишете, что можно, да, в Postman сделать, можно в ноутпаде настроить для работы с JSON. Все правильно, можно, но можно и в онлайне быстро что-то сделать. Что еще, Артем? Давай. Есть такая штука, она мне прямо… у меня очень нравится. То есть бывает такой кейс, когда вам нужно проверить, как ваш вообще сайт работает с разными сразу экранами, и вы по очереди обычно через DevTools все это делаете, но можно и одновременно. Здесь можно в ней сконфигурировать количество устройств, которые у вас одновременно показываются. Как видите, она умеет много устройств поддерживать. И открыть, например, мы открыли GazingBug. В ней можно одновременно, на самом деле, к примеру, скроллить, посмотреть, как скролл проходит на разных устройствах. В ней, если хочется, сразу можно взять и перевернуть экран, посмотреть, как выглядит ваш сайт. То есть можно, на самом деле, использовать… Можно, на самом деле, да, я вот ищу штуку, тут есть, да, toggle mode, да, то есть вы можете, на самом деле, рукой прямо так, как на экране телефона вы, типа, скроллите, все точно так же поделаете, причем сразу на нескольких экранах и посравнивать. А что будет, если ты на каком экране перейдешь на другую страницу? Давай посмотрим. Давай. Давай. Например, прошедшие конференции, да? Ну, вот это, например. Чик. Ну, вообще, он должен перейти, на самом деле. Потому что он должен синхронно, да, показывать на всех экранах, кроме того, который не мобильный. Да, 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 да. На котором этого элемента нет. Да, ну, вообще, вот если мы переходим… Да, отлично. Да, то есть все это показывает. Кстати говоря, мы в конце доклада должны будем выбрать лучший вопрос. Задавайте, если еще есть время, выберем, подарим подарки. Да, вот эта штука мне реально очень нравится. Это прям прикольная тема. Да. Давай, что мы еще хотели показать. Мы хотели показать еще, на самом деле, важный вопрос. Как вообще быть… Коммуницировать. Да, как дальше коммуницировать. То есть куча всего инструментов, и как можно дальше быть вообще в курсе, что происходит у вас на проекте. И есть множество плагинов интеграции со слагом, которые позволяют вам все это делать. Давай я, наверное, их сейчас перечислю. Да, это просто быстренько покажем. Есть штука для того, чтобы организованно делать стендап. Может быть, вы используете. Если нет, то она вам позволяет задавать вопросы в офлайне, и кто-то синхронно на них отвечает, и в слаге появляются ответы. Есть интеграция, конечно, с нашим календарем, календарем, который мы только что показывали. Чтобы удобнее скедулить ивент, не нужно куда-то заходить в формочки, а просто в слаге как вот вызываете бота, который вам, собственно, все это делает. И точно так же есть интеграция с Loom, ну и, безусловно, с Jira. Давайте я вам покажу, как это выглядит в слаге. Почему вы спросите, например, нужна интеграция с Loom, потому что как раз, когда я отправляю ссылку Артему, он может здесь проиграть это видео, и здесь загрузится именно тот плеер Loom, который используется. То есть в нем можно будет оставить комментарий, поставить лайк и так далее, и точно так же воспроизвести видео на 2x. Самый стендап Alice, ну, понятно, он конфигурируется как обычно, то есть можно заменеджить стендап, назначить время, когда и так далее, и так далее, как обычный бот. И календарь, собственно, будет выглядеть так, когда вы его вызываете, вы можете заскедулить время с кем-то или там скинуть Артем, я хочу с тобой пообщаться на 15 минут, вот, пожалуйста, заскедули. Ты уволен, да? Да, да, заскедули время, и ты просто перейдешь по ссылке и заскедулишь, все будет доступно прямо из лака. То есть все эти интеграции с инструментами, которые большинство мы перечислили, они доступны в том числе в Slack, пользуйтесь. Да? Что у нас дальше? Как жить дальше? Ну, и, надеюсь, наш набор инструментов, который, естественно, очень широким ковром лег на ваши плечи и на ваши головы, потому что все-таки узкий набор инструментов не хотелось сделать, хотелось пройтись по всем вещам. Надеюсь, он помог вам жить на удаленке расслабленно. То есть если вы знаете какие-то инструменты из этой коллекции, которую мы показали, присылайте их к нам, а у нас на этом все. Спасибо большое, с вами был Сева Ярошенко. Лучший вопрос мы отметим, подарим книжку от МК Рез, если я не ошибаюсь. Задавайте, и пообщаемся еще с вами в Zoom. Спасибо большое. Были рады вас видеть в Telegram-канале. До скорых встреч. Пока-пока. Пока-пока.